События раннего утра среды для некоторых жителей микрорайона Г оказались неожиданными, но закономерными. Их разбудил требовательный стук в дверь. О том, что жилищно-коммунальные услуги нужно оплачивать своевременно, знает каждый человек. Но, как показывает практика, не все это делают. С каждым месяцем долг растет, как снежный ком. И в один не слишком прекрасный день человек попадает в список злостных неплательщиков. 8 сентября судебные приставы посетили пущенцев, долг которых за жилищно-коммунальные услуги уже более 50 тысяч рублей. Должников, которых не оказалось на месте, были оставлены извещения о явке. Должникам, которые были дома, проведены были профилактические беседы. Им было дано требование об оплате задолженности в установленный законным срок. А также при наличии имущества были составлены акты описи ареста на имущество в адресах должников. Опись проводится в присутствии понятых. Телевизор, аудиосистема, микроволновая печь, компьютер, сотовый телефон. Это примерный список того, без чего вскоре может остаться человек. В акте может оказаться и различная мебель. Дается должнику право на самостоятельную реализацию, если стоимость арестованного имущества меньше 30 тысяч рублей. Если должник в 10-дневный срок самостоятельную реализацию не проводит, а имущество продолжает идти уже в дальнейшем на реализацию. То есть проходит оценка и на торгах оно реализуется. В общей сложности судебные приставы исполнителя посетили 23 адреса. Работа с должниками будет продолжена. Анна Лихачева, Андрей Михайлин, Тимофей Акимов, ТВ Спущино.